Ну, во-первых, если ты замужем или женат, назревает вопрос, зачем ты пришел на проект. Нам, в принципе, не нужно, чтобы потом жена позвонила, или муж позвонил, или пришел. Нам бэушные не нужны. Но таких же есть на проекте. Нет, таких нет. Да разведенные. Нет, если они приходят... Есть, есть, да, мальчик, который женат. Но он уже развелся. Нет, он не развелся, он до сих пор в процессе. Он уже был в процессе. Бэушный, да. Ну, что делать? Ограничение по возрасту 27 лет, насколько я понимаю? Нет, нет, нет. Пожалуйста, приходи. Нет, абсолютно нет ограничений. Если вы интересный, харизматичный, целеустремленный, интересный, пожалуйста, хоть в 45 приходи. Самое главное, ну, наверное, быть незамкнутым. Где-то все равно нагловатость она должна присутствовать. Ну, опять же, ты должен быть разносторонним. Вот если ты будешь здесь, не бе, не ме, ну, это никому не интересно, это скучно. И, как говорится, ну, я же добрый, многие говорят, ну, я же добрый, такой хороший, но это не профессия. Да, нужно знать, зачем ты идешь. Нужно понимать, четко ставить перед собой цель и, там, возможно, даже что-то придумать из себя, изображать. Очень многие стесняются перед камерами, как говорится, там, выставлять все наизнанку, показывать вот отношения. Многие не выдерживают и уходят с полпути. Все-таки это очень сложно 24 часа в сутки находиться под камерами и не стесняясь показывать все, все свои эмоции, слезы, радость, горе, печаль, без разницы. Это действительно сложно. Тот, кто это сумеет, ну, это, в принципе, уже первое. Первый показатель. Говори. Да, я только все сказала. Мне было привыкнуть к постоянным камерам. Нам всегда вообще сложно. Вся жизнь человеческая. Ну, вы знаете, сложно было мне поначалу вот в туалете, предположим. В туалете и в душевых камерах. Камеры стоят. Мне вот действительно сложно. Ну, сейчас уже привыкаешь к этому и ничего не стесняешься. А были моменты, когда жалели, что вообще приняли участие в проекте, отправились туда? Я никогда не жалела. Я шла, я знала, зачем я пришла, я знала, с какими я трудностями столкнусь. И абсолютно, я вообще не жалею ни о чем, что я сделала. Все, что не делалось, то к лучшему. Да. Да. Вы хотите задать, получаем ли мы деньги там или нет? Нет, абсолютно мы не получаем деньги. Представляете, нас показывают по телевизору, плюс мы кушаем, пьем, живем там под крышей. Да, это все, все это бесплатно. Однозначно нам будут платить за это деньги? Нет. Получаем мы деньги за гастроли. Вот гастрольная есть команда, которая поет песни, вот за это мы получаем деньги, а так нет. А если ты не ездишь на гастроли, а сидишь там на телепроекте, там, да, и особо никуда не выезжаешь? Я вам объясню. Сейчас нам разрешили работать. Вот кто живет в городских квартирах, у нас мальчики и девочки работают, ходят на работу. Ну, пожалуйста, то есть все карты в руки. Задавали один вопрос. Что вы будете делать на проекте Дом-2? Какое шоу вы покажете, вот и все. А, ну да, да, еще мимика моя не понравилась там, Милю. Ну, это другой вопрос. А, вот. Все, вопросов больше не было. Вы знаете, наверное, попасть туда у меня особого желания, такого уж прям не было. Я не буду волосы на себе рвать там или что-то как-то еще. Просто хотелось посмотреть, интересно было. Мне 21 год, я из Самары. Очень хотела попасть на Дом-2, вот, не знаю, прошла кастинг или нет. Но только сейчас была, там общалась с Нелли, с Никитой. Они меня, да, очень впечатлили, но я их пока неизвестно, впечатлила ли. Ну, те же, что и всем задают. Какое шоу вы будете делать на проекте? Я, скорее, не подготовилась к этому вопросу, чем я не знаю совершенно, какое шоу я буду делать на проекте. Я думаю, что я очень быстро ориентируюсь. И, то есть, я что-нибудь бы придумала интересненькое. Я думаю, неземную любовь, скорее всего, какую-то. Очень искреннюю достаточно, как ни странно, что на проекте. Ну, и вот, которой бы все завидовали, действительно. Продолжение следует...